Когда денег становится много, то ставки падают, потому что люди уже не так берут кредиты, потому что они будут получать зарплату 500-600 тысяч тенге, им этих денег будет достаточно, у них не будет необходимости бегать за кредитами, чтобы оплатить какие-то простые расходы. Соответственно, спрос на деньги упадет, а если спрос падает, то банк предлагает лучшие условия, они более качественные становятся, банковские ставки тоже упадут. Тем более, мы как государство тоже начинаем косвенно, непрямо влиять на падение рыночной ставки. Не так, как сказал Тухаев, наш же Хас, что вот приказываю вам понизить учетную ставку. Это совок полный, это неумение управлять экономикой. В рыночной стране все управляется совершенно по-другому, рыночными методами. Именно мы создаем избыток денег, избыток денег приводит к падению спроса на деньги, значит, соответственно, падают процентные ставки. И мы в короткие сроки доведем наши процентные ставки резко, понизим где-то в среднем до 5 годовых. Но это там 2-3-летняя программа. Но в любом случае, где-то на первых парах будет на уровне 10, и поэтапно эта ставка упадет до 5% годовых. И вот у нас сейчас резерва в стране более 8 миллиардов долларов. Вы даже не заметили, как Назарбаев свой коском засунул 8 миллиардов долларов и украл за 2 тенге, этот банк переписал на Тимура Кулебаева. Вы даже не заметили, как 4 миллиарда долларов, даже больше, было засунуто в Cessna банк, и этот банк присвоил Назарбаев. 12 миллиардов долларов просто так раз и нету его. Вы даже не заметили. Понимаете? А теперь будет как? Все потребительские ипотечные займы суммарно составляют 12-13 миллиардов долларов. Что мы сделаем? Мы просто спишем. Правительство выделит деньги. Мы эти деньги зальем в банки. Банки спишут свои кредиты клиентов. То есть клиенты полностью обнулятся. Понимаете? Мне говорят, я фантазил и все прочее. Денег в стране много. Таким образом, списать кредиты – это вообще не проблема.